Привет, и я от Ребуара. Ну, вантушечек вышел в новом видосе, называется, короче говоря, 100 дней в пустыне. Давайте глянем, думаем, будет что-то интересненькое. Поехали. Короче говоря, 100 дней в пустыне. Чё-то, по-моему, это слишком радостный для этого. Это был отличный день. Сегодня я копошился в огороде. Здесь у меня растёт лучок, здесь капустка, а здесь грядка с петаха. Обожаю. Что? Какого хрена? Подожди, они как-то это, туда, в это? Ну-ка, 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 ну-ка. Я не понимаю, они настоящие или нет? Они чего у нас растут? Обожаю есть их с майонезом. Вообще, я очень хорошо следил за своим хозяйством. Ничего не понимаю. Каждый день мыл его и проветривал. Сегодня я купил какие-то новые семена. Пожалуй, куда-нибудь их засажу. Открыл упаковку и занюхнул. Ну и мерзость. Так это же, по-моему, вообще какая-то приправа. Это были соблезубые помидоры. Они любят темноту и одиночество. А у нас много общего. Я такой же толстый. Понимаю прекрасно. Толстый несуразный. Да ладно тебе, они толстые. Бывал самый укромный уголовный участки. Решил попробовать одну семечку. Повторюсь. Сейчас у тебя она вырастет, блин, в животе. Ну и мерзость. Я бык. И сожрёт тебя полностью. Якуй насыпал туда несколько семян. Как вдруг из-под бани на меня выскочила какая-то змеюка и ужарила прямо в плечо. Как же больно. Я ещё долго. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Катался по участку в муках. Вдруг она ядовитая. Выловил эту гадину, положил в конверт и отправил её на врачебную экспертизу. Вскоре эксперт прислал змею обратно. Я выпустил её на волю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чтобы она других людей укусила, что ли? Ты прочитал заключение. Всё очень... Ты, блядь, блядь, блядь. Серьёзно, у тебя есть всего 100 дней, чтобы найти противоядие от укуса, иначе ты всё того. Жесть как... Действительно, может быть, вы найдёте его, потому что вы же врачи, как бы, нет? Я спросил, в какой аптеке можно купить это противоядие. В следующем письме он пояснил, что мне необходимо отправиться в пустыню и выискать там специальную противоядную гадюку, чтобы она меня цапнула. Так просто я начал себе... Разве возле Москвы, ну, возле вот этого места есть где-то это, что ли? Сапнита на вечернем автобусе, я ещё успею вернуться. Сделал бутылочку воды, сэндвич с подберёзниками и сменные трусы. Спустя 23 часа я был на месте. Это была самая пустынная пустыня. Не буду впустую тратить время. Я стал ходить тут и там в поисках противоядной змеи. Ну, не тут. Интересно, как она вообще выглядит, ему даже не показали. Там ничего, нигде, никого. Так, прошло 5 часов, это оказалось сложнее, чем я думал. А теперь ты не знаешь, куда идти обратно. Кажется, столько времени под палящим солнцем. Я попросил бы не подглядывать за мной. Мне уже сильно припекло макушку на выбор, а не сперва вернусь в исходную точку и начну прочесывать каждый сантиметр. Я уже даже попытывал расческу, но внезапно задал... За вопросом, а где это самое исходное... Вот-вот, а я там уже как бы, там же всё одно и то же. Куда идти обратно, немного непонятно. Точка, я обернулся на 360 градусов. Нашёл только исходную запятую. Повернулся ещё на 480 градусов. Сходные тире и многоточие меня также не интересовали. Поэтому я понял, что заблудился. Хорошо, что у меня есть сэндвич с подберёзовиками. Я сделал из него компас и пошёл строго на... В этом, наверное, все выживали. Из всякого говна ты делаешь нужные вещи. Мне на улице стало темнеть и значительно похолодало. Хорошо, что у меня есть сменные трусы. Я сделал из них палатку. Какого хрена? А вы думали, чему ещё учат на уроках ОБЖ? Теперь будет... Идею не знаю. Я давно там ебыл. Какого хрена она кончилась? Так. И так, я застрял в пустыне, где нет никаких коммуникаций. Телефон не ловил связь. Антенна не ловила телевидение. Я понял, что и мне тут больше нечего ловить. Пойду я домой. Мне нужно срочно придумать план, как выбраться отсюда. Я уснул. Проснулся от страшной жары. В таком случае я буду искать противоядную змею до последнего вдоха. У меня оставалось 99 дней. Надо вспомнить все способы добычи воды. Например, выкопать огромную яму и добыть воду из скважины. Или, как вариант, сильно вспотеть и выжать свою одежду. Фу, не надо. Это же слишком солёно. Не напьёшься. Приминайте кактусы, добыть влагу из него. В итоге я выбрал самый логичный вариант. Я сделал обряд по призыву дождевых ресурсов. Спустя... А я думал, это попрыгал, чтобы... Сейчас я понял, что всё это бессмысленно и кроме снега вызвать ничего не получится. Нормально, собирай снег, оно потом растает и будет вода. Получалось. Вернусь к самым бредовым вариантам. За два дня я раскопал самую глубокую яму, какую только смог. Но кроме нефти здесь ничего не было. Охренеть, продавай! Я продал 20 баррелей нефти. Кому, правда, непонятно. Ты купил бутылочку 0.2 воды, но абсолютно не напился. На следующий день не удалось сильно вспотеть. Я выжил сюда по... Фу! Не капли. Отвратительно. Это было мерзко. Что-то на... Уровне томатного сока. Но пить хотелось нереально. Это по томатного сока, потому что томат в тебе растёт. Другие я не смог себя перебороть. А пот выпил с удовольствием. На следующий день... Отвратительно. Я начал искать кактус. Я нашёл кактус. Стал добывать из него сок. Затем обменял кактус. Везел бедный кактус, блин, порезал. Сок на большую связку воды. Ещё вопрос с питьём решён. Я ещё несколько часов утолял жажду. И вот прошло 15 дней моего пребывания в пустыне. Я почувствовал недомогание в кончиках пальцев. Видимо, яд постепенно начал на меня действовать. Надо ускорить... Он даже ещё не ест эти птицы в поисках змеи. Вышел на след этого злополучного хищника. Не знал, что у этой змеи 43-й размер следов. Я начал ползти по следам и не заметил, как забрёл взыбучие пески. Сперва меня засосало по щиколотку. Спустя 20 минут уже по колено. Ещё через 30 минут я увяз в песках по поясу. Да меньше шевелится, а то засосёт по шею. Но мне нельзя засосы на шею. Девушка не поймёт. Хорошо. Я уже был в песке по грудь. Понял, что не надо было танцевать. Тиктоник спустя и... Ахрена это делал? Блин, интересно, сколько они его закапывали. А потом сколько они его раскапывали. Там со мной проползла та самая противоядная змея. Но к большому сожалению мне никак не доходили до неё руки. Вот же не вовремя я тут застрял. Ещё через 2 часа я... Ааа, здесь змею. Сейчас такая она змея с ножками. Я пытался песочным тестом, сахарным песком, ну и рыбой-пискарём. Надо изготовить ловушку для поимки змеи. Вспомнил, что в Индии заклинатели змеи используют дудочку. Я достал инструменты, стал исполнять... Чись жопа. Затем достал гитару, ну и синтезатор. Влучился целый музыкальный фестиваль для змей, где кроме меня будут выступать артисты, которые им нравятся. Группа Anacondas, блогер Удава и зме... Сука, бля. ...из группы Каста. На мой фестиваль приползло множество зме... Ну не та, которая нужна, да? ...и, к сожалению, той самой небы. Я загнал этот змейный клубок. Наступил 37-й день моего пребывания в пустыне. Сегодня с бутыл... Надо было в этом, в какого? В следе 43-й сделал. ...водичкой водички я отправлюсь далеко от лагеря и непременно найду эту гадину. Поднялся на горочку, скатился с холмика и пробежался по пустынной пустоши. Вскоре я потерял из вида свою палатку, мои следы замело песком. А вот это уже не прикольно. Спустя пару часов из-за палящего солнца у меня ужасно разболелась голова. Вода закончилась еще час назад, и я был изнеможен. Как вдруг вдалеке я что-то увидел. Офигеть, да это же Мираж! Я думал, что эта музыкальная группа давно распала. Ха-ха-ха, хорош, бля. Стоят, выступают в этот... ...в пустыне, да? ...в их сторону. У них в руках были прохладные бутылки живительной влаги. Мне нереально повезло. Я почти добежал до них, но в какой-то момент споткнулся и упал лицом в песок. Когда оттер глазницы от песчинок, понял... Фу, блин, пипец. ...что группа Мираж оказалась всего лишь Миражом. Н-обидно! Я очень расстроился. Что делать? Я так устал от видов этой бескрайней пустынности. Заварил чашечку пустырника и выпил. Все эти поиски просто пустые... Как ты его заварил? У тебя воды даже не было. ...на трата времени. Но тут почувствовал, что у меня отнимаются пальцы на ногах. А, нет, не пустая трата времени. Я продолжал искать змею. Видел одинокий кактус. Потом одинокий штоктус. Одинокий гдектус? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бля, гениально. Я сначала не пью. И одинокий как дактус. Сын таки подсказали мне, куда идти. Я пошёл, куда они подсказали. Вскоре споткнулся об лампу. Что он тут делает? Выкинул. Я думал, Джина. Я видел, как она разбилась в другую лампу. Я подобрал её. Она была похожа на лампу Аладдина. Ну ладно, не так уж и похожа, но попробую. Я потёр её, и тут же рядом со мной появился Джин. Но я не пью алкоголь. Ха-ха-ха-ха-ха, хорошо По всем канонам у меня есть три желания Я загадал, чтобы рядом со мной очутилась эта гадкая змея Передо мной появилась тёща Я потратил второе желание, чтобы её убрать Осталось последнее желание Я супер ужасно хотел пить У меня был выбор, либо загадать змею и использовать противоядие, но... Лучше мне кажется змею надо использовать, а потом уже найти пить Потом как-то выживать без воды? Либо загадать много воды, но тогда придётся продолжить поиски зме... Не-не-не, выбирай змею В итоге я загадал вернуться обратно в лагерь Там по крайней мере есть вода Я тут же очутился у своей палатки Вдоволь напился и спать увалился Пятьдесят девятый день У меня уже почти полностью отказала левая рука и не сгиб... А как вообще тогда вот ходить? Надо было реально заказать сначала себе эту змейку Плавать правое колено Заказать, заказать, заказать На шестьдесят девятый день у меня перестали функционировать мочки ухов А на семьдесят... Ухом? До моей скоропостижной кончины остаётся всего двадцать три дня Я уже составил план передвижения этой противоядной гадюки Приметил места, которые она часто посещает И был готов изловить её сегодня же ...и на простёх Ну чё не пойдёшь ради ролика? Ха-ха-ха Уживали От видео Фу какая дичь Ха-ха-ха-ха-ха-ха Я потерял её из виду. Я попытался тоже закопаться в песок, но понял, что всё равно её не увижу. Ведь под песком не проведено электричество, и там нет фонарей. Я, как обычно, поужинаю... Фу, ой, мерзость. Я был с копионом и лёг спать. Иступил 92-й день в этой долбанной пустыне. Я уже испытал на себе все стереотипы о пустыне. Кроме одной, верблюды. Здесь не было ни единого верблюда, содержащего животного. Кажется, они просто на меня наплевали. Похоже, что... Бля, я-то хорошо думал. Мои дни сочтены, ведь я уже не мог ходить. 99-й день. Я едва шевелил одной только головой, а всё остальное тело было парализовано. А змея сейчас придёт такая. Да ладно, чувак, на тебе кусь. Я просто мне было скучно, поэтому я с тобой играла целый этот месяц. Три месяца. Столы противоядных змей ползают вокруг меня. Они что, издеваются надо мной? Хоть от дна, может, куснёт меня? Ведь иначе мне крышка. Но вскоре начало темнеть, и все змеи уползли. Я почувствовал с ней слабость, и мои глаза начали закрываться. Дыхание замедлялось и замедлялось. Я больше ничего не видел и не чувствовал. Короче говоря, сто дней в пустыне. Какого хрена всего? Конец? Короче говоря, спасаю Серёгу. Это змея типа говорит что ли? Это был обычный солнечный вечер. Я как всегда лежала на яйцах и ждала, когда вылупится потомство. Сегодня я смотрела документалки о людях. Нашёл 99-й день пребывания этого человеческого теплокровного в наших краях. Пожалуй, сегодня я его ужалю. Я подползла к этой бездыханной туши, хотя у меня была человекофобия. Нашла, где у него находится плечо, и цапнула со всей силы. Я очнулся. Рядом со мной была противоядная змея. Она сказала, что пожалела меня и укусила. А чё, раньше ты не могла это сделать? Очень долго благодарила её. Пожал за хвост и пообещал пожертвовать деньги в фонд всех змеиных проблем. Затем она раскрутилась на месте и улетела в космос. Какая же добропорядочная змея. А ты... Нет, какая-то добропорядочная. Она оставила своих детей. Вернись обратно, дура. Я был безумно счастлив. Я стал прыгать от счастья и внезапно резко провалился в песок. Ну-ка, чё, что там будет? Серёг! Ха. А это ему всё приснилось? Глюциногенные семена. Какая жесть. Короче говоря, сто дней в отключке. Друзья, давайте как можно... Ну, концовка странная, если честно, немножко. Мы наберём 6 миллионов подписчиков на нашем канале. Что вам ещё осталось? 5 тысяч. Это очень приятно. А также ставьте лайки и посмотрите здесь... Видос офигенно, конечно, получился. Но опять концовка какая-то непонятная. Причём тут... Ну вы поняли. Ну типа... Ну... Ну... Ладно, неважно. В любом случае, ролик классный. Спасибо большое вантузчикам. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Если вас интересуются ссылочки в описании. С вами как всегда был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.